Волонтёры Всероссийского проекта «Вам, родные» вместе с представителями республиканских и городских органов власти тоже поздравили участников Великой Отечественной войны. Поздравляем сердечно 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Анне Ивановне 97 лет. В 1942 году её, как лучшую комсомолку, призвали в армию. Вчерашняя школьница военную подготовку прошла в Сормово, а потом попала на Северо-Кавказский фронт. Всю войну прослужила радистом-разведчиком в секретных войсках. День победы встретила в Австрии. Каждый год Анна Ивановна ждёт 9 мая с особым трепетом и при виде волонтёров растрогана настолько, что с трудом подбирает слова. Я очень благодарна, что нас не забывают. Очень-очень благодарна. Большое вам спасибо за всё. Не может сдержать слёзы Агрепина Алексеевна. В ноябре 1942 года её забрали в Москву, 18-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Два месяца учились оказывать медицинскую помощь, стрелять из винтовки, собирать и разбирать оружие. Едва закончилось обучение, марш-броском преодолели 120 километров до Курской дуги. Это сражение, которое после назовут переломным событием всей войны, Агрепина Алексеевна помнит до сих пор. Сегодня её телефон не умолкает, а у порога постоянно гости. И вчера приходили, и позавчера приходили, до целой недели приходили и звонят. Всего в столице более 100 участников боевых действий 1941-1945 года. Каждый из них получит поздравления, цветы и специальный продуктовый набор. Эта акция проводится при поддержке временно исполняющего обязанности главы Чувашской республики Олега Алексеевича Николаева. И сегодня начали, и до конца дня будут разведены абсолютно все продуктовые наборы всем участникам Великой Отечественной войны по городу Чебоксары. Валерия Друженец, Андрей Шоклев, Республика.